Начну коротко. Подмосковье, Совхоз, Синокоз и легендарный труженик села МТЗ-82. Обывателю он больше известен под именем Беларусь. По виду и не скажешь, что этому трактору 10 лет. А все дело в том, что сельскохозяйственная техника значительно долговечнее автомобилей. Да и как тут быть недолговечным с такой толщиной металла? К тому же сельскохозяйственная техника по соленым улицам не ездит, в пробках не стоит. Да и с экологией тут все в порядке. У трактора дизельный двигатель с непосредственным впрыском. Четырехцилиндровый, рабочим объемом 4,75 литра, мощностью 81 лошадиная сила. Полный привод и самоблокирующийся задний дифференциал. Ну а теперь заглянем в кабину. Обстановка здесь спартанская. Никаких тебе подлокотников с подстаканниками, даже АБС нет, не говоря уже о кондиционере. Только в 82-м году после модернизации кабина стала герметичной, а воздух стал поступать в нее через фильтры, не пропускающие пыль. Зато это один из первых советских тракторов, на котором вместо пускача установили электростартер. Сиденье регулируется под рост и вес водителя, а у рулевой колонки можно изменить высоту и откидывать при входе и выходе из кабины. Обычная рабочая обстановка. Тронуться на тракторе можно с любой передачи, но новичку не просто выбрать, какая из них нужна, ведь их 9 вперед и 2 назад. Трогаемся сразу с седьмой скоростью. Трясет. Амортизатор ведь только один под сиденьем водителя. А сколько автолюбителей должны сказать спасибо этим тракторам. Полноприводный Беларусь помог вытащить из непролазной грязи ни одну машину. За 34 года, что его выпускают, МТЗ-82 получил 8 золотых медалей на различных международных выставках и ярмарках. И первым из советских тракторов прошел испытание в международном испытательном центре штата Небраска в США. Может ли похвастаться этим наш автопром? Видимо, на качество повлияли гены наших танков, ближайших родственников тракторов. Как тут не вспомнить пресловутую советскую битву за урожай? Достаточно пару часов провести за рулем этой машины, чтобы понять, работа тракториста это по-прежнему тяжелый труд и очень необходимый.